Прекрасное утро, 24 сентября, ну просто очень, еще не показывает температуру, у нас утра было плюс 10, бодрячее время, пройтись, пройтись. И вот что касается воли, хорошо там какое-то усилие проявить в течение короткого времени, то есть собрался, делаешь гораздо труднее это сделать в течение определенного времени. Ну допустим в течение года регулярно ходить ежедневно на прогулки. Вот тут и начинается, но что замечено, если вы вошли в ритм, то как-то все пойдет по накатанной. То есть это примерно где-то месячку надо походить, входите в ритм, встаете, раз, два, три, четыре, пять, сделали и на прогулку. И тогда получается, что как-то чего-то вам не хватает. И прогулочку сделали, все, вполне довольны, вполне удовлетворились. Спортивная база, грибунки, ну хорошо, поухаживали за парком вообще, прощали его, видите, все кошелье убрали, сделали тут футбольное поле. Поэтому у меня сейчас задача стоит войти вновь в ритм, как я вошел и пошел, 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 пошел. Ежедневно часы у меня тут отмеряют, авария тут, новая программа. Новая программа, якобы умная, одну тут спрашивают, я не понимаю, что от меня требуется. Ничего не требуется. Я пошел, кстати, час эти, что делают, когда ты в течение 10 минут идешь, ну более-менее вот как я сейчас с таким темпом. Они тогда понимают, что идет тренировка, идет тренировка и начинают уже считать, как тренировочный режим, записывать там, отсчитывать, пульс мерить, ну и все, что там положено. Прекрасно, прекрасно, прекрасно осень, тихо, кстати, вчера была буря вечером, а с утра также я был в Ростове, великолепно было. Помните это дерево, обломившаяся палка, как оно заросло опять. Вот так мы и пройдемся. Красота. Осеннее небо. Равноденствие окончилось. И теперь в темное время суток будет все больше и больше. Приятно посидеть на солнышке, погреться. Кстати, вы видели езду на велосипеде. Если взять, между тем, делать что-либо или нет, велосипед подойдет. Если взять, вот, заниматься на велосипеде или же ходить, лучше ходьба. Потому что это неестественное положение, крутишь педали, то есть организм работает не так, как надо. Идет в паху пережим. Отток крови нарушается. То есть неестественная вещь. Лучше делать естественные вещи. Простые и естественные. Которые запрограммированы матушкой природой. О, и здесь как они чистые, смотрите. О, шиповничек ведь созрел. Абрикоска уже подоносилась. И здесь у нас меньше разного рода зелени. То есть вот за парк взялись, очистили его. Побелили. Кушеви убрали. Хорошечно. Хорошо, хорошо, идем, идем. Простор какой-то, по-новому пространство смотрится. Солнышко припекает в спинку. Отлично. Причем такое ласковое, приятное. Простые вещи. Действуют лучше всего. Можно так сказать, когда тебя природа любит. И ты это понимаешь, идешь ей навстречу. То ты начинаешь ощущать вот эти все ее посылки. Насколько она тебе заботится. Насколько она тебе дает энергию. Насколько она тебе дает радость. Насколько она тебе дает жизненную энергию. Вот эту теплоту. Спинка чувствуешь, очень приятно. Синички чирикают. Тут как-то радует слух. Ну и плюс. На турбазе стучат мосерки. Визжит болгарка. И это все вносит какой-то диссонанс. Неприятно. Вот эти вот технократические вещи. Они разрушающие. Действуют. Можно сказать, на всю основу. Природную. А это, естественно, передается и на человека. Потом мы становимся какие-то неуравновешенными. Потом что-то тут такое у нас разлаживается. А это все из-за того, что где-то завод гудит. Частотами низкими. Где-то болгарка визжит. Надо вот все тут что-то делать. Что-то это. Никак не получается с первого раза что-то сделать. Прибилось ко мне. И я ее провожу. Гарантом спокойствия и мира. На шее виден след от ошейника. Сбежала. Надо. Ага. Надо немножечко, так сказать, уделить внимание природе. На размножение. Что, что, как. Но, оказывается, тут уже все схвачено. Интересное наблюдение. Вы видите, можно так сказать, пенек от дерева. Пенек от дерева, которого съедают грибы. Грибы вошли туда своими мицелиями. И когда они его высосали, строят плодовые тела. Примерно так же действует и онкология. Сначала проникает в организм. Разбрасывает нити мицелий. Начинает сосать. Почему человек так высыхает. А потом образует опухоль, которая уже видно явно. И эту опухоль только опачки вырезаем. А естественно мицелий, которые во все тело проросли, как были, так и остались. Через некоторое время грибница опять начинает формировать себе тело. То есть у него растет опухоль. Высасывая еще больше. Все полезное, что было в организме человека. Вот так вот действует онкология. Конечно видов онкологии огромное количество. Но тут большинство действует так. Наматываю мили на кардан. В который раз замечаешь, как во время ходьбы начинает сбрасываться лишняя вода из организма. Которая вызывает там отеки. Которая является нагрузкой для сердца. Раз. Проциркулировала. Оп. Вышла лимфа. Также циркулирует. Ходьба и помогает. Естественно энергетика, дыхание, кровообращение. Все это активируется простым упражнением ходьбы. И ходьба делает такие вещи в оздоровлении и поддержании здоровья. Которая больше ничего не делает. Просто надо ходить. Тупо или элементарно. Ходить. Да. Подтвердил дятел. Слушаем природу. Наслаждаемся ее светом, теплом, видами. А вон фазанчики ходят. Вон видите. Вон побежал. Курочка. Так что у нас тут. Ага. Тренировка прошла. Вот здесь живут фазаны. Раньше они и тут бегали. Но так как все повыкрашивали, теперь они предпочитают заросли. Это их стихия. Утро закончилось. Подул ветерок. По реке пошла рябь. Видите, вот это благодатное время уже все. Под конец моей прогулочки появилось чувство аппетита. Захотелось кушать. Видите, как все естественно. А вначале встал. Полежать бы еще. То есть лень, 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 лень. Одолевает. Спросил супругу, что мне сделать, поспать или пойти на прогулку. Он говорит, давай на прогулку. Вот. Чайка попил. И на прогулку. И не жалею. Сейчас она сделает кашку пшеничную. То есть одна пшеничная каша. Немножечко сливочного масла. Чуточек соли. Сахара не будет. Он не нужен. Потому что когда разжевываешь эту пшеничную кашу, она дает свой собственный вкус. А любая сладость его будет пробивать. Вот. И нормально. А то нет аппетита. А с чего он появится? Аппетит. А с чего. Вот. Особенно люди, которые страдают диабетом второго типа. А с чего клетки будут усваивать сахар. Тянуть его на себя из крови. Если они не поработали. Им сахар не нужен. Поэтому его как съели, так он всосался. В крови болтается. Откладываясь то там то ся. Опускаясь вниз конечностям. Застаиваясь в глазах. Вот это в стекловидном теле. Вызывая в нем помутнение. И прочее, прочее, прочее. С чего это вдруг? Сахар будет усваиваться. Если нет работы. Работа простая. Вот она. Ходьба. Опачки. Лечение сахарного диабета второго типа. Ходьбой. Я бы даже не сказал, что это лечение. Это просто нормализация работы. Поесть людям. А куда это все девать. То, что мы съели. Не надо оно. И получается, что этот избыток начинает вызывать соответствующее отклонение. Которое классифицируется как сахарный диабет второго типа. Нормализовали свой распорядок дня. Добавили физическую нагрузку. И многие вещи, такие как сахарный диабет второго типа. Гипертония. Гипертензия. Все это потихонечку. Только опачки. И исчезли. Сердечко. Как мы его укрепляем. Оно должно биться. Оно должно работать. А мы там сидим за компьютером. Или там еще что-нибудь. Телевизор смотрим. Вот. Какие мысли приходят на прогулки. Естественно, какие-то здоровые, хорошие мысли. А не то, что надо там съесть. Чтобы тут не было этого. Какую таблетку принять. Чтобы нормализовать вот это. Замечательно. После прогулки возникает радость. Радость бытия. Радость ощущения жизни. Радость того, как все это прекрасно. И как все это можно испохабить. И превратить в какую-то каторгу. Ну, не будем о грустном. Солнышко светит. Воробушки щебечут. Пригревает. Желтые, зеленые цвета. Все это создает такой радостный настрой. С радостью вас. Посетители моего канала. С радостью вас.